Уважаемые дамы и господа, рад приветствовать вас в Кремле на торжественной церемонии вручения верительных грамот. Мы заинтересованы в том, чтобы ваша работа в Москве способствовала укреплению отношений между Россией и представляемыми вами государствами. Вы можете рассчитывать на поддержку и понимание со стороны российского руководства, министерств, ведомств, деловых и общественных кругов нашей страны. Руководители дипломатических ведомств обычно уделяют особое внимание актуальным международным и региональным проблемам. С учетом этого хотел бы отметить, что в последнее время удалось осуществить ряд важных шагов, направленных на обеспечение мирного урегулирования в Сирии и противодействия обосновавшимся там международным террористам. Оказанная Россия поддержка законному правительству Сирии помогла предотвратить развал государственного устройства, самого государства, сохранить институты власти и избежать новых массовых жертв среди гражданского населения. Благодаря успешным действиям российских воздушно-космических сил и сирийской армии удалось перехватить стратегическую инициативу освободить целый ряд городов, включая Полимиру. Всего при содействии российской авиации сирийские войска освободили свыше 400 населенных пунктов. Ликвидированы тысячи террористов, в том числе и бандиты-выходцы из России и других стран СНГ. Совместно с Соединенными Штатами Америки другими партнерами удалось запустить политический процесс с участием официального Дамаска и оппозиционных сил. Создать условия для оказания гуманитарной помощи нуждающему населению Сирии. Главное, сирийская ситуация еще раз подтвердила, что международное сообщество может добиваться ощутимых результатов, действуя сообща при опоре на международное право и центральную роль Организации Объединенных Наций. Уважаемые дамы и господа, не сомневаюсь, что в фокусе внимания возглавляемых вами миссий будет и проводимой в Сочи 19-20 мая этого года юбилейный саммит Россия-Ассиан. Мы активно готовимся к этому крупному международному мероприятию. Оно позволит подвести итоги 20-летнего продуктивного взаимодействия России и государств Юго-Восточной Азии. Наметить и новые перспективные проекты. Кроме того, имеем в виду обсудить возможность налаживания сотрудничества стран Ассиан и с Евразийским экономическим союзом. Уверен, что работа саммита будет способствовать общему укреплению атмосферы доверия и сотрудничества на всем пространстве Евразии. Уважаемые дамы и господа, в сегодняшней церемонии участвуют послы Индонезии и Таиланда, являющихся членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Здесь также присутствуют представители стран из других регионов Азии, из Европы, Африки, Америки и Австралии. Хочу подчеркнуть, что мы заинтересованы в развитии отношений со всеми государствами на всех континентах. Традиционно дружеский характер носят связи России с Габбоном. Мы открыты для расширения политического и торгово-экономического взаимодействия. Мы открыты для дальнейшей экспансии политической и экономической взаимодействия. Будем и дальше оказывать помощь в подготовке национальных кадров для Вашей Республики. Продолжим и впредь выстраивать отношения с Молдавией на основе договора о дружбе и сотрудничестве, 15-летие которого отмечается в нынешнем году. Убежден, что имеются все возможности для того, чтобы более полно раскрыть потенциал двустороннего сотрудничества, теснее взаимодействовать в рамках Содружества независимых государств. Россия и далее будет оказывать содействие Приднестровскому урегулированию, в том числе по линии группы международных посредников. Наши дипломатические отношения с королевством Таиланд насчитывают почти 120 лет. Двустороннее взаимодействие успешно развивается по всем направлениям, в том числе в экономике, энергетике, военной и военно-технической сферах, в области гуманитарных и туристических обменов. Мы поддерживаем активные политические контакты, причем на всех уровнях. Развитие многопланового диалога с Японией – один из наших внешнеполитических приоритетов. Рассчитываю, что запланированный на 6 мая в Сочи рабочий визит премьер-министра Синдзо Абе будет способствовать расширению российско-японских связей на основе взаимной выгоды и учета интересов друг друга. Удовлетворены характером сотрудничества с Боливией. В развитии с президентом вашей страны, достигнутой на встрече в ноябре прошлого года, начата реализация крупных проектов в топливно-энергетической и научно-технической сферах. Мы договорились с господином Эво Моралесом об активизации взаимодействия между деловыми кругами двух стран. А совместная работа в самых разных областях, в том числе в горнодобывающих. Считаем, что нынешнее состояние политического диалога и торгово-инвестиционного сотрудничества с Великобританией не отвечает, к сожалению, стратегическим интересам обеих стран. Более активное взаимодействие наших государств на международной арене могло бы внести позитивный вклад в усилия мирового сообщества по эффективному решению ключевых вопросов сегодняшнего дня. Индия – наш особо привилегированный стратегический партнер. Российское и индийское сотрудничество интенсивно развивается и традиционно носит конструктивный, взаимовыгодный характер. Эта работа основывается на симпатии народов двух стран, совпадении долгосрочных национальных целей и задач развития, близости позиций по ключевым глобальным и региональным проблемам. В декабре прошлого года в ходе переговоров с премьер-министром и господином Моди достигнуты договоренности в самых разных сферах. Важно, что обе стороны энергично работают над их практической реализацией, тесно взаимодействуем с индийскими партнерами с учетом нынешнего председательства этой страны и в БРИКС. Высоко ценим отношения с Узбекистаном, которые носят подлинно союзнический характер. Их дальнейшему углублению, несомненно, будет способствовать предстоящий официальный визит в Россию в апреле этого года президента Ислама Абдуганевича Каримова. Безусловно, поддерживаем усилия Ташкента в качестве председателя Шанхайской организации сотрудничества по выполнению решений саммита ШОС в Уфе, в том числе в контексте расширения состава организации. Надежным партнером России в латиноамериканском регионе является Уругвай. Рассчитываем наращивать двустороннее взаимодействие по целому ряду направлений. Поддерживаем интенсивный диалог с уругвайскими представителями на разных международных площадках, прежде всего в ООН, принимая во внимание, что эта страна в 2016-2017 годах является непостоянным членом Совета безопасности. Приветствуем инициативную роль уругвая в развитии интеграционных процессов в Южной Америке, стремление к укреплению связи с Россией в формате Евразийской экономической союз-Меркосур. Более продуктивными и действительно взаимовыгодными могли бы быть наши отношения с Австралией, прежде всего в торгово-экономической области. В этом напрямую заинтересованы деловые круги наших стран. Активно развиваем многоплановые связи с Исламской Республикой Пакистан, в том числе в торгово-экономической сфере, контртеррористической и антинаркотической сферах. Удовлетворены достигнутым уровнем взаимодействия в рамках ООН, в основе которого лежит общая приверженность международному праву, совпадение позиций по многим ключевым темам глобальной и региональной повестки дня. Давние добрососедские и дружеские отношения связывают нашу страну с Монголией. Дальнейшему расширению двухстороннего сотрудничества будет способствовать реализация принятой в прошлом году среднесрочной программы стратегического партнерства. Продолжим диалог с президентом Элбек Доржем в июне на саммите ШОС в Ташкенте намечено проведение трехсторонней встречи в формате Россия, Монголия, Китай. Киргизия – наш стратегический союзник и партнер по евразийской интеграции. Мы регулярно встречаемся с президентом Элбеком Шашеновичем Атанбаевым. Мы регулярно встречаемся с президентом Элбеком Атанбаевым. Поддерживаем с ним постоянный деловой и конструктивный диалог. Будем и далее оказывать содействие в социально-экономическом развитии Киргизии и ее адаптации к условиям членства в Евразийском экономическом союзе. И примем активное участие в подготовке и проведении в сентябре в Бишкеке мероприятий по случаю 25-летия Содружества Независимых Государств. Заинтересована в дальнейшем углублении политических и торгово-экономических связей с Индонезией, крупнейшей мусульманской страной, играющей важную роль в мировых делах. На повестке дня у нас реализация совместных инвестиционных проектов в области энергетики, добыча полезных ископаемых и транспорта, а также расширение сотрудничества в сфере международного борьбы с международным терроризмом. Our agenda includes the implementation of joint investment projects in the area of energy, natural resources production, transport, as well as expounding cooperation in the fight against international terrorism. Ждем в мае этого года с визитом президента Джоко Видото. Открыто для расширения традиционно-дружественных связей с Тогалесской республикой. Работа возможна в разных областях, включая геологоразведку, военно-техническую сферу и так далее. We could cooperate in various fields, including in the area of geological exploration, military and technical areas. Further assistance would be provided in the training of national personnel of this country. Good prospects can be seen in fostering contacts and developing mutual cooperation on the international arena with the independent state of Samoa. Так же, как и с другими островными государствами южной части Тихого океана. Готовы и далее сотрудничать, оказывать содействие, развивать связи в областях, представляющих взаимный интерес. Уважаемые дамы и господа, Сказанное мной сейчас лишь вкратце отражает тот многоплановый характер, который носят отношения России с представляемыми вами государствами. Рассчитываю, что при вашем активном участии эти отношения будут динамично развиваться и расширяться на благо народов наших стран в интересах международной стабильности и безопасности. Хотел бы еще раз пожелать вам успехов и поблагодарить вас за внимание. Спасибо.